Всем привет, друзья! Ставка 50 тысяч рублей на супер матч РПЛ и Бундеслиги в воскресенье. Вообще на воскресенье у меня будет целых три видео, там шикарные поединки. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки и обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропускать моих следующих видосов. По ссылке в описании сможете найти телеграм-канал, где я публикую бесплатные прогнозы. Прессы на Бундеслигу. Байер играет против Гладской Боруссии. Байер играет в Лиге Европы. В четверг обыграли ХПЛ на выезде не без труда 4-2. Много основных игроков задействовали. До этого 4-2 на выезде победили Бундеслиги и Фрайбург. 1-0 уступили Славии. 3-1 переграли Аузург и 6-2 Ниццу. Много Байера пропускают в последнее время. В 4-5 матчах обе забиты у них ставка проходят. И во всех 5 матчах они пропускают. Честно признаюсь, Гладской Боруссии мне очень нравится в последнее время. И 6-0 победа над Шахтером. Здесь, в общем-то, нечего добавлять. 1-0 до этого переиграли Лепци, который тоже очень хороший. Потому что до этого сыграли с Реалом и Интером. 2-3 матча на выезде обыграли. 8 матчей без поражений и 5 побед у Гладской Боруссии. Кроме того, что интересно, в личных встречах в двух гостевых матчах подряд Боруссия обыгрывает Байер. 1-2 и 0-1. В общем, Байер считается фаворитом по мнению букмекеров. Я думаю, что Байер вполне может забить. Но для меня волнует взять в экспресс индивидуальный тотал Боруссии. Больше одного, коэффициент 1-57. И добавляю матч Вольсбург-Хофенхайм. Здесь ситуация примерно та же самая. Вольсбург вылетел из Лиги Европы, проиграл АЕКу 2-1. Команда в этом сезоне мне не нравится, как играет. 1-1 они сыграли с Герты, 2-1 Армению обыграли, 1-1 из Гладской Боруссии. Последние трех-четырех с пяти игр обе забьют у них проходят. Хофенхайм 5-0 обыграл Слоун Лиги Европы, малой кровью. Слоун там почти весь состав ковид подцепил. Поэтому Хофенхайм мог спокойно играть, немного ротировать состав. Я думаю, что команда будет готова к воскресному матчу. 2-0 до этого победили в Лиге Европы еще Сервену Звезду, 1-4 Гент. А в чемпионате Германии 1-3 уступили Униону, где было нелепое удаление у Хофенхайма, совершенно незаслуженное, которое, в общем-то, и все перевернуло в этом матче. Но даже в меньшинстве Хофенхайм смог забить и даже мог уйти от поражения. Также 1-1 сыграли с Вертом. В последних двух матчах в Бунус Лиге обе забьют, у Хофенхайма проходят. И в личных встречах в последних четырех играх обе забьют, залетают. В экспрессе я беру индивидуальный тул Хофенхайма больше одного, коэффициент 1-58, общий коэффициент экспресса 2-48, 3,5 тысячи рублей оставлю. Еще беру на Мольсбург Хофенхайм 1-1, обе забьют, плюс тотал меньше 5-5, коэффициент 1-73, 2-800 рублей оставлю. И еще рассмотрел угловые Хофенхаймы. В последних матчах Хофенхайм не так много угловых. Он подает 3 с Унионом, 4 с Вердером и Дормундской Баруси. Но я знаю, что по потенциалу эта команда может очень много угловых подавать. И именно сейчас я считаю очень вайленно взять их угловые, потому что линия немного приспустилась. Даже на старте этого сезона, например, Хофенхайм подавал на выезде с Айнтерхтем 7 угловых, и в гостях с Кёльном 6. А в прошлом туре соперника Вольсбурга Герта подала 8 угловых. Поэтому моя ставка угловые, не дуальный тул Хофенхайма больше 4,5, коэффициент 1-90, 2-800 рублей оставлю. И перемещаемся в РПЛ. Химки играют против Рубина. Химки по сравнению приятные впечатления оставляют. Команда забивала в 11 матчах подряд. И только в прошлом туре Зениту не забили. Хотя как, забили они гол, но отменили взятие ворот после Вары. 0-2 Химки уступили Зениту. Смотрелись, в принципе, не так уж и плохо. 0-2 до этого на выезде обыграли Ростову. 2-3 Спартаку проиграли. 2-1 Локомотиву. И 1-0 обыграли Московская Динамо. Химки действительно много забивает. Неплохо смотрится. И матч против Рубина им будет проще. Потому что Рубин зачем-то в матч Кубка России отправил весь основной состав. Практически все основные-то и вышли на поле. Это огромный перелет. Плюс смена климата. Потом перелет обратный. И все это за несколько дней до матча против Химок. Я думаю, что Рубину тяжело будет. К тому же они с Каховаровской итоги 1-0 проиграли. Еще и в первом тайме тяжелую травму Евтич получил. Но в РПЛ Рубин стабильно забивает. Показывает очень хорошую игру. И в 5 матч подряд у них обе забьют. Так что здесь я беру обе команды забьют. Клюцент 1-8-7. 3 тысячи рублей я ставлю. И все же решил поставить на угловые Рубины. Потому что линия неплохая. А Рубин много угловых подает. Мы все прекрасно это знаем. Но вот в прошлом туре с Тульским арсеналом 8 угловых Рубин подал. Здесь как бы Рубин считается фаворитом. Поэтому будет играть свой атакующий футбол. Так что беру угловые. Недуальный тутул Рубина больше 4,5. Коэффициент 1-66. 3 тысячи 200 рублей я ставлю. ЦСКА играет против Ростова. Вообще очень тяжело делать прогнозы на матчи российских команд. Которые уступают Еврокопу. Тем более они уступают и неудачно. Поэтому вполне возможно будут минуса. Но я постарался все моменты учесть. И вот к чему я пришел. Во-первых ЦСКА провел сложный матч против Фернорда. Которым уступил 3-1. Плюс 100 матч получил травму Марио Фернандес. Пока непонятно сыграет он или нет. Если нет то это конечно огромная потеря. Не только для обороны. Но в первую очередь и для атаки. Где Фернандес активно участвует. 0-1 до этого минимально обыграли Ротор. 0-0 сыграли с Динамо Загреб. В 6 из 9 матчах у ЦСКА тотал меньше 2,5 проходит. Ростов мы знаем тоже бескровлен. Продали кучу футболистов. Те кто пришли пока что еще не освоились. Норман Трамьёна скорее всего не сыграет. Хаджик Адунище в матче со Спартаком получил липовую красную карточку. И в итоге тоже ростовчанам не поможет. С учетом кадровых проблем у Ростова. Все ситуации в которой они сейчас оказались. Безусловно Ростов будет играть в той же манере что и против Спартака. Вторым номером. А значит я снова не жду в этом матче много голов. До этого они 0-2 Химкум уступили. В 9 из 13 игр у Ростова тотал меньше 2,5 ставка проходит. А в личных встречах в последних трех играх довольно много голов. Мы видим. Но все равно в 6 из 10 матчах тотал меньше 2,5 в личных встречах проходит. Поэтому моя ставка тотал меньше 2,5 голов. Коэффициент 1,75, 2700 рублей я ставлю. Динамо играет против Локомотива. А вот здесь букмекеры ждут очень мало голов. Но это понятно. Динамо довольно низовая команда. Локомотив тоже после Еврокубков в не лучшем состоянии. Но с другой стороны в последнее время, кстати, у Динамо, да и у Локомотива много результативных матчей. Динамо 1-2 обыграли Тамбов. Был довольно комичный матч. Мы его обсуждали в Телеграме. Не буду лишний раз уделять ему внимания здесь. 3-1 до этого обыграли Сочи дома. 3-1 уступили ЦСКА. 2-0 победили Краснодар. Что касается Локомотива, то в пяти матчах подряд у них проходят обе забьют. И при этом они не могут одержать победу. После Еврокубков Локомотива будет тяжело. Поэтому я считаю, что Динамо по праву считается фаворитом. Плюс я вот что отметил. Динамо легче играть против более открытых команд. Когда они играют против Тамбова, Химок, им тяжело играть. Даже против девятерых футболистов Химок. Потому что, блин, я все-таки вспомнил этот матч. Потому что не умеет атаковать Динамо позиционно. Это уже просто смешно. В какой-то мем превращается. Но вот когда они играют против Зенита, против Краснодара. Других команд, которые играют более открытый футбол. То здесь Динамо забивает немало голов. Да и в личных встречах в прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами с одинаковым счетом 2-1. То есть по три гола было забито. Это не так уж и мало. В последнее время Динамо немало забивает во втором тайме. Оба гола ворота Тамбова во втором тайме забили. До этого Сочи во втором тайме забили. Матч с СССР все четыре гола были забиты, кстати, во втором тайме. И один из двух голов ворота Краснодара Динамо во втором тайме забил. Поэтому здесь я беру следующее событие. Второй тайм. Тотал больше одного. Коэффициент 1,68. 2900 рублей осталось. Считаю, очень волонное событие. Один гол во втором тайме. Любой из команд. Это уже минимум возврат. Дальше идем. Зенит играет против Краснодара. Оба клуба обосрались в Лиге Чемпионов. Если Зенит, в принципе, достойно играл против Лацу. Вел счет и в первом тайме доминировал. В втором тайме стало тяжело физически. Наши команды все плохо готовы физически. Из-за того, что не было предсезонки и перерыва между чемпионатами. Но когда Лацу сравнял, на моральном волевых питерцы пытались вырвать победу. Даже забили гол, но он был забит из офсайда. Что касается Краснодара. Они просто обосрались. Это позор. Тут нечего говорить. Я все сказал в телеграм-канале у себя. У Краснодара некоторые футболисты там выздоравливают. В Андерсен классно выходили севели на замену. Не знаю, выйдут ли они в старте с Зенитом или нет. Пока что еще вряд ли они форму набрали. Также не сыграет Кобыла, Петров, Ари. У Зенита тоже есть свои потери. Азмун под вопросом. Адрюси и Мальком точно не сыграют. Это все игроки атаки у тех и других. Отсюда я не жду. В этом матче много голов. К тому же физически те и другие плохо готовы после Лиги Чемпионов. Я вот не думаю, что матч будет результативным. Вот если когда команда друг с другом в Краснодаре играет, там много голов обычно забивается, то в Питере последний матч 1-1, 2-1. В пяти матчах подряд в Питере тотал меньше 3-5 проходит, когда они друг с другом играют. Да и у Зенита в пяти матчах подряд тотал меньше 3-5 залетает. А последних трех даже тотал меньше 2-5. Что касается Краснодара, у них 4 поражения подряд. 1-3 Спартаку, 0-4 Челоси, 2-0 Ахмату и 3-2 Севили уступили, играя в большинстве. В этом матче фавориты Зенита не играют дома, плюс их футбол целостнее. Краснодар сейчас вообще безобразный какой-то. Но на победу Зенита я лично тоже ставить не решился. Я сделал две ставки. Первая 1-1х плюс тотал меньше 3-5, коэффициент 1-90, 2700 рублей я ставлю. И вторая ставка, второй тайм, индивидуально тотал Зенита больше одного, коэффициент 2-0 Ароны, 2900 рублей я ставлю. Я думаю, как обычно будут нас ждать голы во втором тайме. Краснодар очень много пропускает в последнее время во втором тайме. Их форма еще хуже, чем у Зенита. На этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, переходите в Телеграм за дополнительными бесплатными прогнозами по ссылке в описании. Успехов вам! Увидимся в следующих видео.